Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, но с ним я вас познакомлю чуть позже. Сегодня в борьбу за звание эксперта по детской безопасности вступает третья команда. Но прежде чем пригласить наших сегодняшних героев, я хочу рассказать, как справились с заданием первые две команды участников. Так, третий, это получается, надо спрятаться, можно спрятаться, денется. Итак, открыли соревнования Ярослав и Варвара. Они отлично отвечали на все вопросы, прошли тест и отгадали загадку. В итоге в их копилке оказалось 7 баллов, и это очень неплохой результат. Через неделю героями страны безопасности стали Алена и Иван. Они показали себя по-настоящему достойными соперниками и сумели поднять заданную планку. Их результат 9 баллов. Ну а сейчас самое время представить наших сегодняшних героев. Это Арина и Арсений. Ребята, привет! 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 Ребята, вы уже третья команда игроков, которая вступила в борьбу за звание экспертов по детской безопасности. Давайте же немножко с вами познакомимся, и вы расскажете о себе. Арсений, начнем с тебя. Меня зовут Арсений, и я занимаюсь плаванием, каратэ, и я во втором А-классе. В средней школе номер 27. Очень хорошо. А решать, а теперь ты расскажи. Я Арина, мне 8 лет. Я учусь во втором Е-классе. Чем ты любишь заниматься? Я занимаюсь пением и рисованием. Иногда езжу на лошадях покататься. Молодцы, ребята! Вот что вам еще надо знать о стране безопасности. Это конкурс, в котором кроме вас участвуют еще 4 команды. Всего вам предстоит пройти через 4 опасные зоны. И та пара, которая справится лучше и наберет больше баллов, отправится сначала в полуфинал, а потом и в финал. Оценивать вас буду я и мой помощник Спасайка. Как начали игру ваши соперники, вы уже увидели. Так что понимаете, что просто не будет. Впрочем, пора начинать. Прямо сейчас я предложу вам выбрать тему первого боя. Итак, внимание на экран. Первая тема – это опасность дома. Вторая тема – природные стихии, такие как молния, дождь, гроза и так далее. Третья тема – это правила поведения на улице. И последняя тема – опасность на природе. Давайте выбирать! Мы выбираем тему опасность дома. Ребята, вы, недолго думая, решили начать с первой темы и выбрали категорию опасность дома. Сейчас я задам вам вопрос, и от того, как вы на него ответите, будет зависеть, сможете ли вы еще до начала испытания заработать дополнительный балл. Итак, я хочу, чтобы вы перечислили три опасные ситуации, которые могут возникнуть в квартире. Первая опасность. Если в доме не выключать электрические приборы, они тогда взорвутся, и будет пожар. Еще, если телевизор оставить включенным, то он сгорит, сломается и образуется пожар. Все правильно, ребята. Если, уходя из дома, из розетки не выключить электрические приборы, то это может спровоцировать возникновение пожара. А что еще вы знаете, что может привести к возникновению пожара? Какие-то предметы, может быть, если их взять и ими воспользоваться. Да, Ариш, руку не надо поднимать, говори прямо так. Может, если прибор сломан, то, может быть, ударить током, если ты будешь чинить. То есть, если пользоваться неисправными электрическими приборами, это тоже может привести к такой неприятной ситуации. Может ударить током, также может произойти пожар. И если спичку выкидывать в мусорку, тогда произойдет пожар. Потому что там серо, и там оно будет вечно шелухаться, шелухаться. Как? Зажжется. Во-первых, наверное, будет правильно вообще детям спички не брать в руки и ими не пользоваться. Но ты продолжил эту ситуацию и говоришь о том, что если ее выбросить в мусорку, то в мусорное ведро, то может также произойти пожар, если ее не затушить. А ее надо затушать в кране. То есть, валить водой. Да. А потом только выбрасывать в мусорное ведро. Да. Но это могут делать, пользоваться спичками, только взрослые. Молодцы, ребята, за ответ на мой вопрос. Вы заработали дополнительный один балл. Ну и что ж, приступим к заданиям, к основным испытаниям. Вы готовы? Да. Ну что же, одно из таких опасных ситуаций мы сегодня будем разбирать. А это значит, что пора приступать к первому конкурсу. Для того, чтобы вам помочь, я хочу показать вам небольшой мультфильм. Смотрите внимательно. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. Привет, друзья! Меня зовут Спасайка. Я приглашаю всех вас отправиться в путешествие по квартире. Скучно и неинтересно, скажете вы. А вот и нет. На кухне иногда случается и такая ситуация. Кто-то оставил на включенной плите сковороду, на которой загорелась еда. Буквально за несколько минут маленькое пламя может превратиться в огромный пожар. Поэтому выключи плиту и быстро накрой сковороду крышкой или мокрым полотенцем. Можно засыпать крупой, стиральным порошком или землей из цветочного горшка. Цветок, конечно, жаль. Но последствия от пожара могут быть гораздо серьезнее. Про глупые советы о том, что горящую сковородку нужно поставить под кран с холодной водой – забудь. Брызги горящего масла разлетятся во все стороны. Мало того, что обожжешься, но и наверняка все закончится настоящим пожаром. Ведь горящие брызги могут попасть на шторы и мебель. Ребята, я надеюсь, что моего помощника-спасайку вы слушали внимательно. И поэтому с легкостью ответите на мой вопрос. Как правильно потушить огонь в сковородке? Надо сковороду крупою засыпать. И нельзя сковороду, не повторяйте ошибки других. Нельзя сковороду брать и в воду, а то масло будет разбрызгивать. Можно еще засыпать сковороду из горчка землей. Удобрением еще говорят. И закрыть крышкой. И закрыть крышкой. А можно еще крупою. Молодцы, ребята. Это правильный ответ. Из-за него вы зарабатываете 3 балла. С учетом того, что 1 балл у вас был до этого бонусный, итого у вас 4 балла. А теперь наступило время второго испытания. Из трех вариантов ответа на мой вопрос вам нужно будет выбрать верный и сделать это за максимально короткое время. Если на плите загорелась сковородка с едой, то надо быстро. Вариант первый. Звонить 101 или 112. Второй вариант. Быстро залить ее водой. И третий. Выключить газ и накрыть сковороду крышкой. Третий. Третий. Это правильный ответ, за который вы получаете 2 балла. В общей сложности у вас на данный момент 6 баллов. Это неплохой результат. Ну и напоследок загадка про полезного, но небезопасного помощника человека. И здесь надо быть особенно внимательными, потому что за правильный ответ можно получить 2 балла. А если ошибетесь, то 1 балл я у вас заберу. Без него мы как без рук. Нам он самый лучший друг. Но порой он, ребята, может стать врагом заклятым. Огонь. Огонь. Конечно же, ребята, это огонь. Нам он самый лучший друг, но порой может стать заклятым врагом. Так, ребята, пора подводить итоги. За первое испытание вы получили 3 балла. Один балл у вас был бонусный. За второе испытание вы заработали 2 балла. На третье испытание вы заработали также 2 балла. Итого у вас 8 баллов Это очень хороший результат, так держать А встретимся мы ровно через неделю А место встречи остается прежним Это ваша страна безопасности Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура Советская, 97 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова